В начале октября лаборатории Всероссийского центра карантина растений посетили высокие гости. Академики, члены-корреспонденты, доктора наук Российской академии наук. Ученые остались впечатлены техническим оснащением и профессиональным уровнем научного центра подведомственного Росельхознадзора. И уже тогда наметили конкретные темы для сотрудничества. А 25 октября руководитель Росельхознадзора Сергей Данкверд и президент Российской академии наук Александр Сергеев уже пожимали руки в мраморной приемной Высшей научной организации Российской Федерации. После обстоятельного разговора руководители научных ведомств подписали соглашение о сотрудничестве Росельхознадзора и Российской академии наук в научной, инновационной, экспертной и информационно-аналитической областях. Аплодисменты коллеги! И это не символическая грамота, а документ, закрепляющий намерение сторон к совместной полномасштабной работе в научных исследованиях. Мы уже обсудили целый ряд научных направлений, по которым мы могли бы проводить совместные исследования. По очень современным направлениям, таким как разработка и создание вакцин, и для растений, и для животных. Мы также сегодня обсуждали серьезную проблему, которая сейчас стоит у нас в сельском хозяйстве нашей страны. Это вопрос использования ГМО продуктов. Мне показалось, что мы действительно как-то общий такой нерв ситуации нащупали. Наша заинтересованность в том, чтобы привлечь возможности общие всех ученых по тем темам, которые нас интересуют. А тема эта очень серьезная. Вот то, что сказал Александр Михайлович, это миллиарды рублей. Мы импортируем на миллиарды рублей продукции. То есть это те вакцины, которые импортируют, это те вещества, которые мы возим. И как показала практика, то мы значительно сегодня отстаем в силу того, что к нам начинают вывозить генномодифицированные вакцины на базе генномодифицированных продуктов. Те же лизины, те же холин, хлориды, различные вещества. А мы не знаем, как их найти. Почему? Потому что у нас нет информации, на какой генной модификации это сделано. Мы должны принимать общие условия для развития. Мы должны двигаться вперед. Всего два дня спустя ученые отделения сельскохозяйственных наук РАН вновь собрались на площадке Всероссийского центра карантина растений. На этот раз в полномасштабном обсуждении приняли участие сразу три ведущих института Росельхознадзора. Помимо ВНИИКРА, к обсуждению подключились специалисты Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов и Федерального центра охраны здоровья животных. Сегодня ученые оснащены самым современным оборудованием для исследований и напрямую оперативно влияют на законодательную и практическую деятельность Росельхознадзора, отметил в выступлении заместитель руководителя Росельхознадзора Антон Кармазин. На базе наших институтов ведется постоянная плодотворная и текущая работа, непрерывная. Вот так на основании досье, составленных в НИКРАМ, в этом году в единый перечень карантинных объектов ЕС были включены особо опасные заболевания посленок. Это вирус мозаики гиппина, коричневой морщинистой плодов томата и пятнистого увядания томата. Разработки научно-исследовательских институтов Росельхознадзора становятся важными достижениями как российской, так и мировой науки. Ну, как пример, после того, как в 2020 году в мире была объявлена пандемия новой коронавирусной инфекции, ученые в НИЗЖ, примитивные в числе первых в мире, разработали тест-систему и методику, позволяющую выявлять РНК-ГАИН-19 у животных. И вслед за этим, с целью предупреждения массовой гибели животных и возникновения возможных угроз для людей была создана в апреле этого года первая в мире вакцина против коронавируса у животных, корневарков. Нельзя не отметить работу в РНК-ГАИН в части исследований ГРМО и антибиотикорезистентности. На базе учреждения создана и пополняется национальная коллекция антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов. Разработан комплекс методик для определения практически всех основных применяемых в ветеринарии групп антимикробных препаратов. Директор РНК-ГАИН Леонид Киш в своем выступлении отметил, что сотрудники научного центра выполняют уникальные прикладные и экспериментальные работы в области исследования средств диагностики и лечения болезней животных, оценки качества и безопасности животноводческой продукции, кормов и кормовых добавок. И ВГНКИ получил право использовать знак АйЛЭК на протоколах испытаний. Такой документ признается в более 100 странах мира. У нас разработано порядка 1750 методик об нарушении тех или иных остаточных количеств лекарственных средств и других препаратов продукции животного происхождения. Активно работаем и с продукцией растительного происхождения. О современных методах снижения и использования химических средств в борьбе с вредителями рассказал директор ФГБУ ВНИКР Евгений Насин. Это не только поиск новых агентов биологической борьбы, энтомофагов и использование феромонных ловушек, но и новое направление для мировой науки – вакцина для растений, в которой используются ослабленные культуры фитопатогенных микроорганизмов. По поручению руководителя в этом году мы просутили к разработке вакцины противоопасного карантином вируса Мазайки и Пекина, поражающей экономические значимости сельскохозяйственной культуры томат, перец, баклажаны. С использованием современных методов генной инженерии, конечно. Разработка генной инженерной конструкции ведется в сотрудничестве с Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения Российской Академии Наук. Совместно с Федеральным исследовательским центром картофеля им. Лороха и Институтом биохимии им. Баха мы разрабатываем тест-системы для поливоний, лабораторной диагностики каратейных объектов и других опасных фитопатогенов, что позволит своевременно выявлять и пресекать проникновение и распространение вредных организмов, снижая тем самым необходимость пестицидного воздействия на агросистемы. Нам важно сократить время от результатов фундаментальных научных исследований до практического их применения в агрокомплексе, говорили все выступающие. От этого зависит выполнение доктрины продовольственной безопасности страны и отстаивание ее интересов на внешних экспортных рынках. В век глобальной торговли времени на раскачку у научного сообщества уже нет. Я бы хотел высказать слова признательности и Сергею Алексеевичу Данкверту и Назину Евгению Ивановичу как руководителю института карантина растений за вот эту первую-первыхую встречу. У нас ответственными от отделения будут два моих заместителя. Один, который курирует растеневодство, защиту биотехнологии растений, второй, который курирует зоотехнию и ветеринарию. Мы найдем такие организационные моменты вместе, конечно, со службой Сергея Алексеевича Данкверта для того, чтобы определить ближайшие и дальние цели и будем их выполнять.